Значит, ну мы в принципе в какое-то время не обращали на это серьезного внимания, пока нам не позвонила одна из знакомых, не сказала, что ей ее набрали вот с такого номера, ей предложили работать наблюдателем на выборах за 100 гривен в час, сумма сама по себе нереальная, никто никому никогда такие деньги за наблюдение не платит и не платил. Но что нас заинтересовало, сказали, что когда ее вопрос от кого работать, ей сказали, что от комитета избирать по Украине. Конечно же, мы так не набираем, нас это до глубины души возмутило, и мы решили провести свое небольшое расследование. То есть мы позвонили на один из подобных номеров, нам сказали, что да, есть работа наблюдателем 100 гривен в час, пожалуйста, когда мы спросили от кого, нам загадочно помолчали в трубку, сказали, приходите, все узнаете, дали адрес. Мы пришли, пришли с диктофоном, у нас есть диктофонная запись, поэтому, если кого-то интересует, то есть пришли наши активисты. Адрес, кстати, вот тут рядом находится, можете сами поехать поинтересоваться. Воронцовский переулок 7, квартира 6. Зашли наши активисты, ну, под видом простых, как говорится, астербайтеров, которые пришли по объявлению вот в эту, так сказать, организацию. Говорят, мы пришли по объявлению, да, есть работа наблюдателем 100 гривен в час. Мы спросили, кто набирает, ответ был ошеломляющий. А БСЕ вам что-то говорит. Вот мы от этой организации работаем, набираем наблюдателей, пожалуйста, 30 октября в субботу будет инструктаж, приходите. Ну, таким образом, получается, что некая группа людей набирает, соответственно, наших сограждан, избирателей, якобы для работы наблюдателями, то от Комитета избирателей, то от АБСЕ. Сразу же хочу официально заявить, что Комитет избирателей Украины таким образом своих наблюдателей не набирает. Мы к этим телефонам, номерам никакого отношения не имеем. В АБСЕ, насколько мне известно, насколько я знаком с процедурами, в АБСЕ тоже таким образом наблюдателей не набирает. Более того, в этом году в Украине нет официальной миссии на АБСЕ. Есть только экспертная группа, которая... Два из представителей, из которых находятся сейчас в Одессе. Я вчера, когда дал послушать эту запись, у них тоже были квадратные глаза. Соответственно, к АБСЕ это тоже никакого отношения не имеет. Плюс на то, что это очень похоже на аферу, указывает еще ряд факторов. Кроме того, что не мы, не АБСЕ, так и людей не набирают, указывает еще тот фактор, что цена абсолютно нереальная. 100 гривен в час никто никогда наблюдателям не платит этой почетки. Плюс регистрация наблюдателей от общественных международных организаций завершилась 20 октября. Это был последний день, когда можно было подать документы в Центральную избирательную комиссию. Регистрация наблюдателей от политических партий завершилась 25 октября. То есть в понедельник. Тоже после этого времени уже никто никаких наблюдателей подавать никуда не может. Ну, только если у них нет договоренности с какой-то конкретной избирательной комиссией. Но партии у нас тоже обычно вот так вот не прячутся, не скрываются. Конкретно вам сразу говорят от кого, куда и набирают. То есть вот вчера наши были представители, они проведили набор. Сегодня был также наш активист для того, чтобы зафиксировать, что это явление системное. Они также продолжают проводить набор с 10 до 19. Я просто настоятельно советую никому на участие в данной конкретной возможности, очень похоже, не принимать. Потому что как минимум вам не заплатят денег, это точно. Как максимум неизвестно вообще во что вас тянут. Потому что речь идет о том, что возможно даже будут вывозить, наблюдать в области. Если вас вывезут в какое-то село и там скажут или делать то, что мы говорим, или мы тебя тут и оставим в ближайшем лесу, то я думаю, что радости не от возможного заработка, не от подобной деятельности ни у кого-нибудь. Это вопрос о демократическом процессе. А скажи, правоохранительные органы обращались? Мы передали эту информацию в СБУ. То есть опять же, пока единственная проблема в том, что они прикрываются чужим именем, они прикрываются именем ОБСИ, нашим именем. То есть кто угодно, кого угодно может набирать на какую угодно работу. То есть они пока ни к чему не принуждают. То есть мы обратились в СБУ, передадим сейчас и в прокуратуру тоже эту информацию. Вопрос, насколько, конечно, правоохранительные органы отреагируют оперативно. Просто, на мой взгляд, очень важно донести до избирателей, потому что нам говорили, что и на улице подходят люди тоже, говорят, хочешь заработать на выборах, вот этот номер позвонит. Это системное, это массовое явление.